здравствуйте сегодня мы займемся прошивкой беспроводного маршрута утилизатора Wi-Fi роутера компании Kyivstar роутер производства TP-Link данный роутер у нас идет зашитый прошивкой защищенная от компании Kyivstar если мы хотим сменить данного провайдера на другого то нам нужно сначала перепрошить этот роутер так как в другой компании в другом провайдере с этой прошивкой роутер работать не будет что нам для этого понадобится исправный роутер также набор прошивок для прошивки этого роутера компьютер с интернетом ваше желание и так приступим для начала мы откроем браузер на сайте TP-Link ссылка будет в описании под видео здесь вы можете выбрать страну свою изменить если вам нужна прошивка на другом каком-либо языке также можно почитать походить по сайту если вам что-то интересно если нет значит поиски вводим модель с номером нашего роутера для поиска прошивки нет и ввожу свой номер модели вы можете ввести свой нажимаем поиск нам нужно загрузки убираем загрузки есть документация изображение программное обеспечение программное обеспечение у нас разных версий нужно прошить версии прошивки той которая подходит для версии вашего роутера версию роутера можете посмотреть сзади у вас за номером модели для своей версии так выбираем версия 2 встроенная по его смотрим вот у нас есть здесь дата выпуска для нашей версии выбираем последнюю двенадцатого года русский язык размер тут написано только для данных роутов версия 1 версия 2 у нас версия 2.4 значит для нас подойдет скачиваем данную версию прошивки так прошивка у нас скачалась распаковываем ее можно в удобное место можно прямо на рабочий стол распаковится вот у нас папка с прошивкой также необходимо скачать прошивку для отключения защиты киевстара ссылка на эту прошивку будет в описании под видео скачиваем распаковываем ее тоже теперь отключаем обязательно наш роутер от сети питания 220 вольт отключили отключаем также от сети интернет подключаем кабель от сети которая связывала наш роутер с нашим компьютером системным блоком по кабелю если была связка если у вас была связка и шла через вай-фай вам нужен кабель интернет который вы можете связать наш роутер и системный блок свой посредством кабеля и так включаем в порт на системном блоке один конец кабеля второй конец кабеля включаем в роутер только не в синее вход который был у нас включен а в желтый в один из этих желтых входов включили теперь запускаем включаем наш роутер сеть далее открываем браузер в браузере прописываем строку для входа в наш роутер по умолчанию IP показано у вас сзади экрана сзади вашего устройства роутера 192 в основном по умолчанию идет 168.1.1 нажимаем ввод подождали входит здесь авторизация вводим имя пользователя пароль если вы не меняли имя пользователя то по умолчанию у нас сзади написано на роутере это киевстар пароль киевстар если меняли на свой вводите свой имя пользователя пароль у нас не менялся поэтому вводим киевстар вот мы попадаем в настройки роутера который у нас есть сейчас переходим в вкладку системные инструменты и смотрим здесь у нас нету пункта обновления так как он по умолчанию запаролен для того чтобы найти в него нам нужно ввести здесь определенную команду но для начала мы сделаем следующее мы сделаем резервную копию восстановления зачем на всякий случай чтобы в случае чего вы могли вернуться на данную версию прошивки в случае каких либо не палаток в работе вашего роутера с новой версией прошивки нажимаем резервная копия ждем показывает нам путь на рабочий стол нажимаем сохранить смотрим вот у нас резервная копия будет сохранена нашего прошивки дальше так резервную копию мы сохранили что мы делаем дальше дальше мы закрываем эту вкладку и входим опять же в наш роутер только прописываем вот эту определенную строку строка будет внизу в описании под видео вы можете скопировать себе на файлы и использовать нажимаем ждем и вот попадаем на закрытую нашевку вкладочку которой нет в основном меню обновления прошивки сейчас мы будем прошивать сначала прошивкой которая удалит защиту киевстара она также находится в ссылке под видео можете скачать ее имеет название защита снятие защиты с киевстар нажимаем улучшить нажимаем ок ждем обработка пошла вернемся к нашему видео когда она закончится итак обработка и прошивка закончила здесь у нас высветилась программное обеспечение было успешно обновлено также выходит окошко с авторизацией теперь здесь мы прописываем по умолчанию админ админ данные имя пользователя пароль можно будет изменить нажимаем вот мы попадаем в наш роутер видим здесь системные инструменты и теперь у нас есть здесь обновление прошивки открытые доступ мы можем обновлять на ту версию на которую нам необходимо теперь выбираем файл нашей скаченной прошивки первый раз который мы скачиваем убираем открыть нажимаем улучшить уверены жмем ок ждем пока опять обработается система перезагрузится прошивка должна установиться итак прошивка у нас обновилась на ту которую мы хотели вот версия нашей прошивки обновленной теперь мы можем отключить наш роутер от компьютера подключить к роутеру кабель с входом выходом в интернет и произвести необходимые настройки зайдем в наш роутер сделаем необходимые настройки в строке браузера прописываем вход 12 168 1 1 нажимаем вот мы попадаем в настройки роутера что мы можем сделать поменять нужно пароль если у вас стоял так как после прошивки пароль теряется заходим беспроводной режим настройки беспроводного режима имя сети которое будет отображаться при выборе сети на вайфай устройствах также нужно поставить пароль если желаете защита беспроводного режима здесь у нас стоит отключить защиту есть пароли защита веб также рекомендуемое защиту версии автоматическая автоматическая здесь можете ввести пароль который вам нужен для того чтобы никто не мог подключиться к вашей сети вайфай после этого нажать сохранить если нужно будет перезагрузка нажать перезагрузка больше практически если роутер работает хорошо не нужно никаких настроек если же вам необходимы настройки какие-нибудь сделать в случае неправильной работы роутера или вам нужно необходимо что-то произвести эти настройки всегда можно скачать руководство по настройкам сайта также с правой стороны экрана в настройках роутера есть пояснения к каждому пункту меню переходим на этот сайт их где мы были где мы откуда мы качали прошивки здесь документациях есть руководство по настройке руководство пользователя можете скачать посмотреть все что вам необходимо здесь расписано на доступном нам языке нашу оригинальную прошивку которую мы сохранили переместим в папку я вот создал папку чтобы не забыть прошивку роутера backup на всякий говорится пожарный вдруг у нас будут какие-то проблемы с роутером оригинальная прошивка нам в этом поможет итак будьте внимательны при прошивке роутеров соблюдайте инструкцию прошивайте роутер только версия прошивки которая подходит к вашей версии роутера проверяйте будьте внимательны все у вас получится спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк всего вам доброго до свидания